Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Акбаян Муратовна. В эфире телеканал ТДК-42, программа «Территория молодежи». В ближайшие несколько минут вы узнаете интересные новости с участием молодежи нашей области. А сейчас коротко о главном. Уходят в родине служить. Прошел праздничный концерт, посвященный торжественным проводам призывников в ряды Вооруженных сил Казахстана. Есть идеи, есть каворкинг. Донорство, благое дело. Дебат и молодежь, точки соприкосновения. Фестиваль талантливой молодежи «Аламан-2017» объединил студентов, обучающихся по социальному проекту «Серпен». В 62 странах мира донорство является безвозмездным. В Японии, например, трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не сдавал кровь. Даже меркантильные американцы становятся бесплатными донорами и обеспечивают своей стране необходимые запасы крови. Друзья, а вы задумывались о том, чтобы стать донором? Благое дело совершили волонтеры Альянса студентов Уральска. Сдать кровь, спасти жизнь. Областной центр крови посетили волонтеры Альянса студентов Казахстана. Они все вместе решили сделать доброе дело. Сдать кровь и спасти чью-то жизнь в рамках акции «Я донор». Свою кровь сдали молодые люди, достигшие 18 лет. Сегодня у нас в центре крови проводятся акции. Молодежная организация Альянса студентов Казахстана под девизом «Я донор». Она приурочена, что центр проводит ежемесячные акции, чтобы помочь нашим больным в оказании вот этой вот трансподиологической помощи. Донором стать совершенно просто. Нужно достичь 18 лет. Взять с собой паспорт. Оказавшиеся на станции переливания крови, первые, куда направились ребята, это регистратура. Там их занесли в единую базу данных и попросили заполнить анкету. Вопросы о состоянии здоровья и образе жизни донора – непростая формальность. На них нужно ответить максимально честно, ведь от этого зависит чья-то жизнь. После оформления всех необходимых документов, следующий шаг – клиническая лаборатория. Там у волонтеров взяли кровь из пальца, и от результатов этого анализа зависит, смогут ли они стать донорами. Этот процесс занимает несколько минут. И после того, как сотрудники лаборатории сообщили о результатах, следующий шаг – это визит к врачу-терапевту. Доктор проводил осмотр донора, измерил вес, давление, температуру, внимательно изучив анкету и результаты анализа, а также задал дополнительные вопросы об образе жизни и привычках донора. Врач принял окончательное решение о допуске к сдаче крови. И вот наши ребята готовы сдать кровь. Перед процессом рекомендуется подкрепиться. В буфете донорам предложили некрепкий чай и печенье. Допуск к сдаче крови, и ребята уже в специально оборудованном помещении. Процедура кроводачи занимает 10-15 минут. Добровольцы называют волонтерскую деятельность своим общественным долгом. По их слову, акции «Я донор» проводятся ежегодно по всему Казахстану. В этом году они немножко изменили формат. Сегодня мы Альянс студентов Казахстана, а точнее Альянс студентов города Уральск, проводим ежегодную акцию «Я донор». В этом году мы чуть-чуть формат изменили. До этого наши волонтеры приходили, получается, только сдавали кровь. А в этом году мы вели немножко агитационную работу, так как каждый донор должен знать, почему он сдает и как это сдается, какие есть плюсы, по какому закону это все разрабатывается. У нас по городу и во всех СУЗов и ВУЗов есть свои волонтеры, активисты. Мы, значит, на эту акцию только желающих вызываем, потому что как это донором быть, это не обязанность, а пожелания идут донорам. Вот я сейчас, два года назад, я когда хотел стать донором, у меня было, не хватило, получается, гемоглобина, а вот через два года я сегодня пришел на эту акцию. И я рад, что я могу помочь людям, ведь думаю, что быть донором, это... Каждый человек должен быть донором, так как это... Этим ты можешь помочь человеку, а людям надо помогать. Еще одно доброе дело сделали волонтеры Альянса студентов Казахстана. Молодые люди сдавали кровь сами и призывали сделать это других горожан. Участвовав в акции, они не только помогли совершенно незнакомым людям, проявив, если не героизм, то мужество точно. Надеемся, и впредь волонтеры стабильно будут пополнять свою копилку добрых дел. Студенческие годы – это замечательное время, которое дарит множество открытий, веселья и позволяет найти новых друзей. С первых дней учебного года студенты, обучающиеся по республиканской программе СЕРПН, активно принимают участие в общественной и культурной жизни своих учебных заведений. Традиционным для них мероприятием является фестиваль «Аламан», на котором каждый студент имеет возможность проявить все свои таланты в спорте, в творчестве, в науке. Традиционный областной фестиваль «Аламан-2017» в этом году проходил в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете. Фестиваль студенческих коллективов, посвященный программе «Булашака Багдар Рухани Жангру», направлен на развитие интеллектуального, нравственного, духовного и физического потенциала, а также высокой социальной активности молодежи. Это конкурс среди студентов, обучающихся по социальному проекту СЕРПН, «Мангелигель Жастара Индустрияга». Цель фестиваля – создание благоприятных условий для творческой самореализации молодежи. Цель этого фестиваля – объединение молодежи, взаимное сотрудничество участников проекта, определение промежуточных результатов программы, выявление талантов. Фестиваль занимает особое место в жизни молодежи, обучающихся по программе СЕРПН-2050. В данное время по этой программе в уральских вузах и СУЗах обучаются более полутора тысяч студентов. Признанные лучшими, студенты получат путевку на республиканский конкурс. Фестиваль проходит при поддержке управления по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области. Наш конкурсный день длился два дня. Вчера студенты состязались в спортивных соревнованиях и до обеда прошел дебатный турнир. Сейчас проходят творческие состязания. В рамках фестиваля участники продемонстрировали зрителям национальные танцы, патриотические и эстрадные песни. А также в целях пропаганды выбранной профессии прошел конкурс видеороликов «Моя профессия – моя гордость». Субтитры создавал DimaTorzok Ребята усердно готовились и по направлению литературное чтение с театрализованными постановками. Субтитры создавал DimaTorzok По началу проекта «Сьерпен» организовываются различные конкурсы, и одно из них – фестиваль «Аламан». Фестиваль «Аламан» для нас – это праздник. Я сама участвую в дебатных турнирах четыре года подряд. Каждая игра особенно по-своему. Могу с полной уверенностью сказать, что знания, полученные в рамках этого проекта, я могу дать будущему поколению. Выступления участников оценивали жюри. Победители и участники фестиваля были награждены ценными подарками и дипломами. Парламентские дебаты – одно из самых распространенных интеллектуальных студенческих движений в мире. Эта игра, известная более чем в 50 странах Европы, Америки и Азии, позволяет развивать навыки критического мышления, публичных выступлений и аргументации, учить студентов отстаивать свою точку зрения, приводя весомые аргументы. В целях реализации программной статьи «Взгляд в будущее», модернизации общественного сознания, а также в рамках проведения мероприятия, направленного на профилактику коррупционных проявлений в обществе, студенты Уральска участвовали в городском дебатном турнире, проводимом на тему «Молодежь за успешный Казахстан». Казыту гостеприимно распахнул свои двери для дебатеров-студентов со всех учебных заведений города. «Молодежь за успешный Казахстан» – эта тема стала ключевым на дебатном турнире. Главная цель турнира – это повышение социальной и творческой активности студентов посредством публичного обсуждения и анализа проблем коррупции, формирование культуры, публичных выступлений у молодежи и активной гражданской позиции молодежи. Это мероприятие также приурочено в рамках реализуемого антикоррупционного проекта «Тазакол чистой руки» – важным пунктом, который является целенаправленная работа по достижению открытости, объективности, честности между студентами и преподавателями. Прежде чем начать игру, член молодежного общественного объединения дебатного центра АКИХАТ объяснил правила турнира американского правительственного формата. Дебатный турнир – это еще один шаг к развитию молодых умов, привитию основ и навыков ораторского искусства. В дебатном турнире активно приняли участие 12 команд. Они пришли на состязание, тщательно подготовленные. Дебаты у нас сегодня проходят на тему по борьбе с коррупцией. Мы знаем, что объявлена политика нашего президента Устана Абишича Назарбаева о проведении борьбы с коррупцией. Вот по этому поводу мы играем. Я с института КЗТУ, студент четвертого курса. В этом году, дай бог, закончим. Всем удачного дня и пускай победит сильнейший. Я не первый раз участвую. Я недавно выиграл кубок Нуратана. Уже играю год, ну чуть больше, чем год. Участвовал в 4-5 турнирах. Мне это очень нравится, этим заниматься. Это очень хорошая игра и много людям дает возможность говорить, дает нормально. Судьи за игрой внимательно следили, задавали вопросы, пытаясь помочь ребятам развить заданную тему. Участники турнира дискутировали о профилактике коррупционных проявлений в обществе. Публичные выступления очень важны для студента. Участие в дебатах может значительно развить уверенность в себе, улучшить критическое мышление и навыки общения. Дебатные турниры воспитывают у молодежи гражданскую позицию, повышая социальную и творческую активность. Устали работать удаленно и создавать рабочую обстановку на дому или в кафе, то это место для вас. В Иральске открыли первый молодежный каворкинг-центр «Бастау». Теперь каждый может прийти в каворкинг-центр с единомышленниками, чтобы поработать для воплощения своих проектов. Здесь будут собираться предприимчивые люди, чтобы обмениваться опытом. Самый главный плюс – это общение с творческими людьми, близкими по духу. Работу инновационного центра оценил и глава района Алтай Кульгинов. Значимым событием для молодых людей города и области, особенно для активистов молодежных организаций, стало открытие каворкинг-центра «Бастау» во дворце школьников и молодежи. Новомодное слово «каворкинг» с английского означает «совместная работа». Своего рода коллективный офис – место, который каждый может свободно прийти в любое время, чтобы заняться делами. А их у студента помимо учебы немало. Я считаю, что этот центр будет одним из таких больших мест, которые будут всегда заполнены молодежью, потому что этот центр всегда будет помогать молодежи во всем. Она будет непосредственно таким, я бы могла сказать, что будет таким попутчиком, который всегда будет вместе по одной дороге. Потому что здесь молодежь может подготовиться ко всему. Например, даже если взять просто учебу, потому что им нужен всегда интернет, и они могут воспользоваться интернетом бесплатно здесь, могут здесь со всеми друзьями встретиться, с однокурсниками, со студентами, с другую молодежью. Некоторые даже общественные организации молодежные, они могут здесь подготовиться к каким-то проектам. Я считаю, что каворкинг-центр «Бастау» будет началом больших проектов, которые будут реализовываться в будущем. Я считаю, что это для нас, для молодежи, очень большая возможность. Центр создан в целях поддержки молодежных инициатив на базе молодежного ресурсного центра. В целях поддержки молодежных инициатив, в целом именно создание базы, где могли бы различные молодежные объединения, различные творческие группы реализоваться, то есть мы открыли эту базу в формате каворкинга. Название этого центра у нас «Бастау Каворкинг», то есть само название означает, что это совместная работа. То есть это базовый, можно сказать, офис, проектный офис, где различные категории молодежи могут здесь заниматься, проводить различные семинары, мастер-классы. То есть у нас он условно разделен на четыре зоны. Первая зона – это рабочая зона, вторая зона – это зона командной работы, третья зона – это свободная зона для досуга, и четвертая зона – зона для лекций и семинаров. То есть все это создаётся как открытая площадка для нашей активной молодёжи, которые хотят реализовывать различные инициативы, идеи, проекты. То есть тем самым мы создаём возможность, то есть здесь есть доступ в интернет, здесь есть необходимые компьютерные оборудования, необходимые оборудованные аудитории, где могут приходить и заниматься важными, такими, можно сказать, молодёжными инициативами. Одним из первых посетителей центра стал Аким Западно-Казахстанской области Алтай-Кульгинов. Глава области и другие гости осмотрели все кабинеты, знакомились с их работами. Ещё одна польза этого, вот этого, то, что сейчас здесь делается, это в обществе есть проблемные вопросы, они будут снимать социальные ролики для... Да, мы уже снимаем, есть, да, у нас. У Жанан, Жастар, глазами молодежи, они сами, вот, ребята будут обучать их, как правильно преподнести информацию. Это в этой, как идеологическая работа будет проводиться среди молодежи. Каворкинг-центр условно разделён на четыре зоны. Рабочая, командная, свободная и зона для лекций и семинара. Уже с первых дней открытия во всех кабинетах молодёжной организации обсуждают свои проекты. Можно сказать, что уже есть результаты. К услугам посетителей есть всё необходимое. От оборудованного рабочего места, заканчивая бесплатным интернетом и переговорными комнатами. То, что нужно для старта удачного проекта. Главное, чтобы была идея. На ресепшене центра специалисты областного ресурсного центра по работе с молодёжью дадут посетителям всю необходимую информацию о каворкинге и о правилах, установленных в центре. В каворкинг-центре можно получить и профессиональное развитие, благодаря регулярным программам по обучению. За день до открытия центра состоялся первый семинар-тренинг в кабинете Рухани Жанру. Мы привели тренинг на тему навыки самосовершенствования с молодёжью, в основном со студентами, с активными студентами области и также с членами молодёжных организаций, молодёжных общественных организаций и также с сотрудниками молодёжных организаций при вузах и СУЗах. Мы подобрали такой круг, потому что сейчас основная работа у нас идёт с молодёжью, с активной молодёжью в нашей области, поэтому мы подобрали такой круг. И самая главная цель нашего тренинга это помочь, и не только помочь, но и взаимодействовать к тому, чтобы студенты были активными, чтобы они не только сейчас, в нынешнее время, на данный момент, овладевали такими качествами, но и в будущем, чтобы такие качества им пригодились. Такие качества, как самосовершенствование, в основном имеются в виду навыки не только коммуникации основной, но и деловой коммуникации, потому что эти навыки пригодятся студентам, молодёжи, активной молодёжи, потому что они, я так думаю, что они будут работать в костструктуре, и им пригодятся такие навыки в основном в будущем, потому что если они будут работать по этой русле, им пригодятся эти навыки, чтобы хорошо проявить себя со сотрудниками, например, либо в коллективе. И мы считаем, что мы добились своей цели, так как мы провели хорошо сегодняшний тренинг. И во время тренинга мы не только показывали по теории, но и студенты активно, участники тренинга активно участвовали, и были какие-то практические задания. И считаю, что прошло на ура, так как студенты и молодежь вообще была довольна, активно участвовали, им было интересно. Такая организация труда по принципу каворкинга повышает продуктивность и помогает креативно мыслить. Ведь здесь создается особая открытая среда для общения, да и сама атмосфера вдохновляет. Безусловно, это место станет центром притяжения активной и креативной молодежи. Вооруженные силы ВДВ пополняются молодыми защитниками. Осенняя призывная кампания нашей области набирает обороты. Уральских призывников торжественно проводили в армию. 40 новобранцев будут проходить военную службу в 35-й десантной штурмовой бригаде. Ровно на год домом для них станет солдатская казарма. Служить у Родины – это святой долг каждого мужчины. Праздник для призывников – событие традиционное, всегда торжественно и волнительно. Каждая призывная кампания – это новые лица. Юноши, которые пополнят ряды вооруженных сил нашей страны – армии Казахстана. 40 молодых призывников пополнят ряды нашей армии. Они убывают для службы в 35-ю десантно-штурмовую бригаду в городе Копчегай. Попасть сюда на службу нелегко. Претенденты проходят тщательный отбор по физической подготовке и психологическую уравновешенность. На сегодняшний день призывники зачислены в команду, переодеты в военную форму. Послезавтра убывают самолетом в город Алматы. Ребята подобраны по своим физическим данным. Рост выше 170 сантиметров, крепкий, по морально-психологическому состоянию, готовый к службе в десантно-штурмовой бригаде. Проводы под названием «Жолунг-Болсен-Жас-Арбас» были организованы Департаментом обороны Западно-Казахстанской области и Молодежным ресурсным центром. С пожеланиями достойной службы перед молодыми ребятами выступили начальник отдела Департамента по делам обороны Западно-Казахстанской области Мурат Пексар Сингалиев и начальник молодежного ресурсного центра Мержан Абельхас. А после со сцены звучали песни для будущих солдат. И показан ролик «Один день из жизни солдата». Когда я пришел в армию, я, в принципе, сначала не понимал, куда я попал. Я осознавал то, что я иду в армию, я просто по-другому представлял. Но прийдя в армию, я увидел коллектив, где есть товариство, где есть дружба, где есть командиры, которые помогают нам, которые нас обучают. От имени призывников выступил кадр Мухаммед, который заверил в том, что с честью и с достоинством будет исполнять свой воинский долг перед Родиной. Для призывников необходимо понимание, что армейская жизнь – это время, которое они в дальнейшем будут вспоминать только с теплом. И то, что воспитание, которое получает солдат, обязательно положительно повлияет на жизнь дальнейшую гражданскую. Свои слова на путствие новобранцам поспешили сказать и бабушке. Дети, внуки мои, вы по своей воле идете защитить свою Родину. Счастливого пути. Защищайте свою Родину и выполняйте свои обязанности с честью и с достоинством. Мы спокойны, когда вы оберегаете Отечество. Расставание с родными и близкими. На глазах матерей – слезы. Строгий режим и довольно жесткий прием ничуть не пугают отважных юных патриотов. Они не просто выполняют долг, но и с огромным желанием идут в солдаты. Уже через год юноши вернутся в родной город уже мужчинами. Армейцам желаем успешной, квалифицированной службы. И если в нашей стране будет как можно больше молодых людей, именно патриотов и душой и сердцем, горящих за свою отчизну, это наша гордость, наше будущее, наша спокойная и уверенная страна. И вот наша программа подошла к концу. За эти минуты мы постарались поделиться с вами новостями с участием молодежи нашей области. В эфире была программа «Территория молодежи». До следующих встреч.